Привет, зритель! Давно еду не обозревала. Я тут накупилась из пятёрки вчера, дофига, но мне было лень обозревать. Я только тапочки в инстаграм скинула и оповестила в телеге. Телеграм. Ну и сейчас мне что-то захотелось хлебушка. На самом деле я ездила в яркий лесервис филиал угляческий на... Хрен знает, какая её там улица, второй этаж. И внезапно он закрыт без всякой причины, хотя бумажка на входе гласит, что он открыт. На сайте написано яркий лесервис, что улический филиал работает. На страничке ВКонтакте тоже самое написано. Правда, в общем, сижу и сегодня перевожу с кухни на ноутбуке, и раз у меня интернет отрубается, и целый час его нет. Вот первые пять минут его нет, я взяла, не выдержала, Лёля, так как интернет часто отрубается, а днём уж отрубился, это уж совсем наглость. И написала в техподдержку личные сообщения ВКонтакте, яркий лесервис. Сообщение прочитали и не ответили. Вообще никакой реакции. После этого человек вышел из сети. Час нет интернета. Я, значит, думаю, человек вышел из сети, мне не перезвонили, интернет не появился, у соседей пару раз отрубался. У меня тут в доме много кого отвертили, сервиса сидит. У соседей врубился, у меня интернета нет. А то я подключила как бы с мегафона роутер к ноутбуку, с мегафоновского интернета зашла и написала на сайте жалобу. В прошлом году, помню, летом, когда была подобная проблема, то интернет отрубался, то сети вообще не было. И ко мне как бы приехали и сказали, ой, да у вас роутер плохой. Потом увидели роутер, ой, у вас роутер хороший. Проверили скорость сети и свалили. Знаете, скорость сети и я могу проверить. И потом, знаете, мы вам все сделали, что вы сделали, я скорость сети сама могу проверить. Ну и как бы это, мне потом приходит смс, ну, как мы вам помогли, нет. Я думаю, вы мне вообще не помогли. И я написала жалобу, точнее, написала им еще заявление, они типа, мне сбросили. И потом приходит опять смс, ну как, мы вам помогли или нет. Я не выдержала, зашла на сайт. На сайте написано «Написать жалобу руководству, если вдруг вам не помогли». Я написала жалобу руководству. Им, видимо, по башке навстучали, потому что мне тогда перезвонили. Тут же интернет заработал, всё ништяк. Тут я, значит, написала жалобу руководству, объясняя ситуацию, что вот интернет отрубился как бы. И вообще последнее время он то есть, то нет, то в 2 часа, на 2-3 часа отрубится, то поздно вечером отрубится, то ночью отрубится, то в середине дня отрубится, то просто нифига не тянет. И тут написала в техподдержку углическую, а углическая техподдержка меня проигнорила. Ну, как бы промолчали, прочитали и ничего не сказали. И минут через 30 у меня появился интернет, не поверишь, зритель. Ну, я как бы наметила расстаться с сервисом. Думаю, нашла документы, специально договор. Поехала, чтобы расторгнуть, с ними договор с 1 января следующего года, потому что у меня декабрь авансом проплачен тоже. А они закрыты. По непонятной причине, думаю, с одной стороны подождать сутки, ну, как это там, зашевелятся. Сами по башке-то, наверное, уже должны подлинно стучать. Ну, как бы выговор сделай, хрен ли вы там жалобу руководству получаете. Тоже вряд ли хорошо так получать жалобу от клиента, да, который не первый год ваш клиент, их клиент. А потом нашла в договоре такую, ну, как бы и так до этого знала, минимум за 10 дней до конца месяца вы должны написать заявление об расторжении договора. Вот я хочу узнать у них потом. У них там есть слева жалоба руководству, справа какой-то там сборник вопросов, или типа, если у вас проблема какая-то, напишите нам, объясните проблему, мы вам поможем. Вот хочу у них узнать, можно ли расторгнуть договор совсем. Ну, как бы у меня подруга, когда переезжала, она с телесервисом, как бы временно приостановила договор на неопределённый срок. Вот думаю узнать, можно ли так сделать. Если нельзя, то я бы с ними расторгнула договор на совсем. Ну, как бы я и так собираюсь это сделать. Вот думаю, в середине декабря это и сделать. Ну, я потом зашла к подруге на работу, мы с ней потрындели, поофигевали на это всё. И пошла потом на автобус, еду в автобусе и понимаю, что я хочу чёрного хлебушка, надо бы зайти в магнитик. Обычно я покупаю заварной, а тут хотелось чёрного. И тут я что-то ещё купила себе не только чёрного хлебушка, ну, как обычно. Короче, лавашик. Вчера сделан в 6 утра 26 ноября, в 6 утра помрёт. Сто лет не покупала лавашик, я сама в состоянии сделать лавашик. Я даже делала лавашик по рецепту из Купада и делала даже фотоотзыв на этот лавашик. Ну, а чё-то мне приспичило. Лавашик подорожал с тех времён на 10 рублей, 50 без копейки. На 285, что ли, у меня вышло. Там какие-то мандарины марокканские привезли. У меня есть мандарины и другие, их ещё штуки 3 и даже апельсин есть. Теперь будут ещё 7 маленьких мандаринчиков. Я просто увидела, что такие прикольные, думала, маленькие мандаринщики. Ещё купила 2 хурмины. Пакетик у меня порвался прямо на кассе, и добрый человек за кассой дал мне другой пакетик. И теперь у меня есть 2 хурмины в рваном пакетике и в нормальном. Хурма там по 70, ну, короче, по 80 без копейки за килограмм. И по 134 вроде за килограмм вот эти вот мандарины. Мечья клеить доставать, он у меня в сумочке. Кстати, я сегодня в сумочку даже зафигачила всё это, включая договор этот. И что-то она у меня нахрена тяжёлая, хотя там только как бы немного всего. Короче, хлебушек. Я еле нашла, там было 2 таких. Остальные все вчерашние, потом вчерашние. От 24 ноября. Хлебушек с наклеечкой у предыдущего, который я смотрела. Ну, в смысле другого, который я смотрела. Сосновная клеечка такая была мятенькая. Хлебушек с хорошим составом, ярославский. Живёт 4 дня мяканький. Я сейчас долбану себе макалку на сковородочку. У меня там какая-то великолукская колбаска, которую надо уже как бы... Ну, как бы она ещё нормальная, но именно такая колбаска мне не нравится, так поняла. Ну, как бы она вкусная, хороший состав, но вкуснее, когда зажаренная. Вот пару кусочков колбаски долбану, пару яичек туда долбану куриных и помидорку туда покрошу и сделаю макалочку потом. Помидорка у меня всё ещё та, из сада. А ещё я себе купила... Что у меня тут охренеть вообще? А, мне ещё сметана надо было. У меня вот эта сметана точно такая же уже почти закончилась. Я сегодня раза 3 или 4 борща поела, пока делала этот перевод. Ну, как бы полторы страницы перевела, полторы страницы затайпила и две страницы откринела. Так, жрать хотелось постоянно, каждый час. Правда, я ещё и встала-то сегодня, ни свет, ни заря, проснулась час. Стало часов шесть. Так, один балл тут написано. Простоквашина, сметана. Собирай баллы и получай призы. Ой, у меня, наверное, и на той крыше фигнюшки тоже должны быть какие-то баллы. Надо её сохранить, эту фигнюшку. Код под этикеткой. Надо ещё на сайт зайти и зарегить эту. Я зарегала на простоквашина.ру, но он такой глющный. Я помню, раз 500 уже там пароль меняла, восстанавливала. Крошки с героем, игры и маджинариум. И 5 звёзд кухни. Лайт-кухни. Что за лайт-кухни, хозе? Короче, вот, хорошая такая сметана. Мне вообще нравится сметанка простоквашина. И вот, я давно хотела какой-нибудь рыбы, но что-то не знала какой. И тут внезапно я на неё посмотрела, потом отошла, вернулась, посмотрела, поняла, что, наверное, мы друг друга хотим. Она была что-то внезапно по скидке, что-то там 109 рублей с копейками. Так она вроде 134, типа того. Балтийский берег, сельдь в филе холодного копчения. Произведено в России. Масса нет под 200 грамм. Для тех, кто ценит своё время. В составе сельдь атлантическая и соль. И состав газовой смеси, азот, двуокись, углеродов. Всё! Никакого масла пальмы, никакого Е666. Вот. Сельдь копчения я вообще как бы не хомячила никогда, но тут захомячу, может, животное угощу. Так, всем спасибо за просмотр. Я вообще планировала сегодня другие два ролика, но я шевелюру не помыла как бы. К вечеру тоже я не думала, что у меня интернет отрубится. У меня другие вообще планы были. Поэтому тот обзор, который я планировала из двух частей сезона, я сделала, наверное, завтра. Он, наверное, работает из трёх частей, потому что завтра такое чё должны привезти. Если не поздно, то съезжу на часовой и заберу. А если поздно, то уже поеду в другой день. А ещё чай всё никак не обозрю. Но я его обозрю. Я хочу так красиво обозрить этот чай. Может быть, даже с кухни. Вот теперь пока, зритель. Не забудь поставить палец кверху.